Маргарита Ордо. Бессердечно влюбленный. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. Как же я его ненавижу! Вопль отчаяния взорвал тишину моей уютной кухни. Канарейка запнулась, кот упал с кресла, чайник вскипел. Я достала из шкафчика вишневый ликер, понимая, что чаем с пирожными мы не обойдемся. Дежавю. Одно и то же повторяется каждую пятницу. И все потому, что моей подруге Дахе очень не везло с боссом. Говорят, что тиран нужен для закалк, начала была я. Знаю-знаю. Безжалостно села на оранжевый раскладной стул Даха. Тот скрипнул в ответ. Но передай своему Кастанеде, что его я тоже ненавижу. Но говорил тот, понимаешь, ерунды. Теперь тираны плодятся и думают, что так и надо. И вообще, я уже готова купить где-нибудь дихлофос, тьфуционистый калий, чтобы подсыпать этому боссу в кофе. Да не смотри на меня так. Я закалилась до уровня великой отравительницы Екатерины Медича, потому что уверена. Буду смотреть и смеяться, глядя, как Михаил корчится в муках на паркете. Вот честно. «Ты же собиралась увольняться», напомнила я. «Этот гад не подписал заявление. Снова!» Даха распустила пучок и встряхнула головой. Высветленные волосы рассыпались по плечам. Разразовевшись от гнева, Даха стала еще красивее. Карие сверкающие глаза. Прямой, немножко острый носик. Правильный овал лица и точеная фигура. Мы с ней одного роста и телосложения. Только у меня волосы светло-русые, от природы. Сейчас до пояса. И глаза голубые. А до решения подстричься и стать блондинкой, Даха была прекрасна и в каштановом цвете. Мы вместе учились на французском отделении педагогического университета. И одно время даже снимали комнату. Было весело. С Дахой не соскучишься. Сейчас нам по 26. И можно сказать, что мы начали остепеняться. Но в 18 все ноги оттанцевали. У нас даже фамилия одинаковая. Иванова. Только она Дарья, а я Виктория. Но ведь директор не имеет права тебя удерживать. Возразила я, ставя перед подругой голубую рюмочку на тонкой ножке из бабушкиного сервиза и раскрывая коробку с пирожными. Имеет. Согласно контракту, который я год назад подписала. Как полная дура! Воскликнула Даха. Там мелким шрифтиком, как в кредитных договорах, написано, что руководитель имеет право задержать меня на рабочем месте, пока я не предоставлю полноценную замену. Урод! Бред какой-то. Именно, что бред. А они говорили. Стандартный трудовой контракт. Я его даже и не читала особо. Вик, я не знаю, что делать. Ведь уже все сроки прошли, билеты куплены. Если я снова отложу, вдруг Мануэль передумает на мне жениться. Глаза Дахи наполнились слезами. Я тронула подругу за плечо и села напротив. Не передумает, он же тебя любит. Но Маню и в тот раз дулся. И в мэрии уже дата назначена. Не знаю, как ему удалось убедить чиновника поговорить с невестой по скайпу. Даха выпила залпом любимый ликер и даже не заметила, как. А что говорит отдел кадров? Неужели ты сама обязана искать кандидата на свою должность? О-о-о! Заломила руки Даха, как актриса древнегреческой трагедии. Отдел кадров уверена. Скинется на мышьяк и закажет пирожки на поминки за свой счет. Они уже прислали пару дюжин кандидаток. Михаилу никто не подходит. Но речь просто о работе ассистента. А кажется, что выбирает представителя межгалактический совет. Чтобы он подавился всеми кроликами, удав. Столько требований! Зашибись! Стукнула ладонью по столу Даха и разревелась. А я замуж хочу! Во Францию! К манию любимому! Честно говоря, смотреть, как подруга плачет, было больно. Я ее обняла, отчаянно перебирая в голове варианты кандидатур и пытаясь найти решение. Римма уехала в Штаты. Алена беременна. У Кати двое детей. Ей не до работы. А остальных бы я и не порекомендовала. Даже среди выпускниц факультета иностранных языков встречаются те, кто языки знают не очень. А ты, Даха, полностью его требованиям соответствуешь, констатировала я. Можешь считать себя крутой. Она всхлипнула. Ага. А Михаил на меня постоянно рычит. Хотя он на всех рычит. Хоть бы раз похвалил. И вдруг с бухты-барахты выяснилось, что я незаменимый работник. А если работать хуже? Не получается. Я ответственная. Хм. Ну а просто махнуть на него рукой и уехать, подмигнула я. Тебе же, по сути, плевать на него. Он будет вынужден уволить тебя за прогулы. А мне придется выплатить штраф. Это раз. Два. Этот гад не отдает мне загранпаспорт. Хранит в сейфе якобы для оформления визы в командировку. Забрал и все. Ненавижу. Так это противозаконно. Можно в суд. Даха посмотрела на меня, сукоризный. Это только в кино подать в суд. Расплюнуть. А на деле фиг его знает. Как туда обращаться? И вся эта ерунда точно займет не одну неделю. Вик, что делать? Мне уже в следующую субботу надо выходить из самолета в Париже. Красивый и цветущий, как лесная нимфа. Чтобы Маню не передумал жениться. Вот как найти крутого двуязычного переводчика? Чтобы соображал быстро, печатал без ошибок и со всеми программами офиса дружил. Все эти презентации, аксессы, эксели и обязательно без семьи. Как? Нет, я куплю яду. Даха подлила себе ликеры из хрустального графинчика и подняла рюмку. За Михаила. Не чокаясь. Да, ситуация. Подруге отчаянно хотелось помочь. Френч. Мой мозг работал в режиме перегрузки и внезапно выдал рисковую мысль. Эврика. Хотя радоваться перспективе шагнуть в клетку с тигром было не с руки. Но я ведь люблю Даху. И я сказала. Вообще-то я бы подошла на твою должность. Даха вскинула на меня изумленные глаза. Аж плакать перестала. Ты? Ну да. Я пожала плечами. Френч и Ингреш у нас с тобой на одном уровне. Еще с универа. Вроде я не туго соображаю. Не только в офисе, но и в бухгалтерских программах работаю. О боже, Викуля. Но тебе же оно даром не нужно. Воскликнула подруга. Зарплата хорошая, соцпакет, все дела. Но Михаил такая сволочь. Тиран, гад. И вообще, чтобы его черти салом съели. Зато тебе это нужно. Спокойно сказала я. А для меня будет приключением. Встряхнусь. Слушай, а ведь тебе еще ни на одном собеседовании не отказывали. С надеждой проговорила Даха, но тут же осеклась. А как же твои книги? И ученики? Дело в том, что я уволилась с постоянной и хорошо оплачиваемой работы полтора года назад. У меня наступил кризис жанра. Вымотанная работой. Я смотрела в тот вечер конкурс певцов по телевизору. И позавидовала им. Люди занимаются тем, что любят. И этим зарабатывают на жизнь. Я окончила филологически со знанием иностранных языков. Потому что люблю слова. А не для того, чтобы работать секретарем с неограниченным кругом обязанностей, пусть и в известной, но очень нелюбимой иностранной компании. И я поняла, что мне отчаянно жаль жизни, которую трачу зря. В конце концов, вдруг я умру завтра, а счастливой побыть так и не получится. Нет, решила я. Надо обязательно попробовать быть счастливой. И на следующий день подала заявление об увольнении. Шеф был в шоке. И я немного тоже. Потому что было абсолютно неизвестно, чем питаются писатели в промежутке между обычной работой и бестселлером на миллион. Но все как-то сложилось само. Бывшие сотрудники стали звонить с просьбой потянуть их самих или их детей по-английскому. Совершенно легко получилось стать удаленным переводчиком в отделе французской художественной литературы одного крупного издательства. И пусть это звучит несколько самоуверенно. Но Даха сказала правду. Еще ни по одному собеседованию я отказа не получала. Наверное, умею правильно улыбаться. Даже в телефон. Немного попереводив чужие книги, я созрела и на свою собственную. Про любовь, конечно же. Мой роман даже продается в сети. И неплохо. Сейчас я вделаюсь за второй. В общем, я привыкла быть хозяйкой самой себе. И от перспективы снова погружаться в офисную жизнь засосала под ложечкой. Но дружба познается в беде. Я помню Дахины слезы. Когда они чуть не расстались с Маню. Что угодно сделаю. Лишь бы она не ревела больше так. С уверенной улыбкой я сказала вслух. Освежу идеи и потом напишу что-нибудь такое. Производственное. Я же не сказала, что собираюсь идти к твоему тирану навечно. А как? Даха подалась вперед и вытерла нос салфеткой. Дождусь, пока ты передашь мне дела и уедешь спокойно. А потом твой Михаил сам меня уволит. Уж поверь. Хмыкнула я, потирая руки и представляя. Как отомщу тирану за Дахины слезы. По рассказам подружки ее босс представлялся мне приземистым, твердолобым типом лет под пятьдесят. С пивным животом и лысиной на макушке. В пиджаке и с галстуком. Тип поображения умел злобно рычать и давать невыполнимые задания. Мурашки пробежали у меня по спине. Но я вдохнула и выдохнула. Нет уж, поиграем. Нет, Вика, я не могу принять такую жертву. Там же работать невыносимо, сказала Даха. Ты же как-то вынесла. Чего только не вытерпишь ради денег. Мне надо было срочно выплатить кредиты. Ведь во Франции я вряд ли буду работать. Маню хочет детей. Да и когда я начинала, Маню работал на полюсе. И мы все равно могли встречаться только онлайн. А мне вообще не с кем встречаться. Подмигнула я Дахе с улыбкой. Сейчас у взрослых учеников командировки. У детей каникулы. А мои девочки-фигуристки срочно обморочно готовятся к соревнованиям. В общем, я и так считаю в отпуске. Преподавать целый месяц некому. Собиралась книжку активно писать. Будем считать, что я как настоящий актер и писатель, собирая материал для вдохновения. Как бы Михаил тебе его не перебил. У него не выйдет, рассмеялась я. После твоего отъезда я покажу себя так, что вряд ли проработаю больше месяца. Но зарплаты за этот месяц мне хватит, чтобы купить стиральную машинку. У тебя ж есть. Да, моей двадцать лет. Начала вещи портить. Я уже основное руками стираю. Не айс, вздохнула Даха. Так что убьем трех зайцев, решительно сказала я. Спасем тебя, соберем материал по властному герою и купим мне новую стиралку. А вдруг он уволит тебя с выговором и занесением в личное дело? По какой-нибудь статье? Трудовую книжку на всю жизнь испортит? Я хмыкнула. Моим ученикам и читателям абсолютно все равно, что написано в моей трудовой. А менять способ занятости я готова только на короткое время и только ради тебя, солныш. Ох, Викуля, спасибо, расчувствовалась Даха. Ты самый настоящий друг. По моему сердцу разлилось тепло. А говорят, женской дружбы не бывает. Врут нагло. У нас бывает. И я мысленно показала воображаемому дядьке в пиджаке кулак. Ну, погоди. Я еще покажу тебе, тиранище недобитый. Где раки зимуют?